Мы перешли на онлайн-обучение в течение одного дня. Родители очень быстро среагировали, они подключились и стало очень удобно работать. В первый же день выслали инструкцию, как работать с программой, поэтому трудностей вообще никаких не было. Все было организовано вовремя, качественно. Хорошая лица, видите, хорошо она работает на приложениях, ведь теперь легко разбираться даже ребенку. Это не только видеообщение между людьми, но это плюс ко всему еще инструмент виртуальной доска, где учитель может не только говорить, но еще писать на этой доске. И дети могут тоже это делать. Как раз они не отстраненно где-то находятся, то есть слушают учителя, но еще и помимо этого отвечают ему. Итак, начинаем. Мы все внимательно слушаем. Тетрадочки все приготовили? Я просила по математике и ручку. Да. Отлично. Начали работу. Итак, вы видите, приветствие, с добрым утром и солнечного настроения. В каждом классе создана своя команда, все учителя подключены к тому или иному каналу в этой команде. Четыре означает четыре корабля. Ну, наверное, это не кораблики, это, по-моему, поплатки. Это, на самом деле, инструмент, который будет потом в дальнейшем использоваться в нашей обыденной жизни школьной. Ну, если сравнивать урок в очной форме и урок в дистанционной форме, он, конечно, в корне отличается. Тимс позволяет записывать уроки и ребенку в удобное время прослушивать эти уроки, выполнять задания. И позволяет родителям проконтролировать, когда ребенок выполняет задание, правильно ли он его выполняет. Плюс еще эта платформа удобна для администрации школы. Мы подключены ко всем каналам всех классов. И в любой момент мы можем зайти на любой урок, прослушать, как ведется урок, оперативно связаться с учителем, чтобы скорректировать какие-то методические вопросы урока и в дальнейшем как-то отвладить этот процесс. Интересно ли учиться, находясь дома? Да, интересно, но скорее очень необычно. В чем необычный, скажи? По принципу, все вроде бы как в школе. Тебе даются задания, ты учишься, тебе объясняют иногда. Но это все проходит дома. И совместить такую школьную атмосферу и факт, что ты дома, немного было сложно. Всем нравится, все, конечно, скучают по школе, по жилому общению. Тем не менее, все работают, все включены в процесс. Они живут в этом интернет-пространстве, поэтому им позволили это интернет-пространство сделать более полезным для них. У нас тьютер второго класса зачитывает специальные какие-то произведения художественные, выкладывает их в общую сеть, мы их слушаем. И директор, даже наш директор читает сказки «Дети в надежде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова